Это проект Наука Мани, меня зовут Екатерина Березская. Сегодня в программе мы будем говорить о науке, которая помогает спасать человеческие жизни. Символично в преддверии Дня науки, который наша страна отмечает 29 января. А начинаем мы эту программу именно здесь, в самом центре столицы, совсем не случайно. Ведь здесь, в Минской городской ратуше, почти три века назад появился первый пожарный караул. До этого не существовала какой-то централизованной системы оповещения о пожарах. Да и боролись с огнем, можно сказать, бессистемно. Сегодня МЧС – это исключительно профессиональная, отлаженная и стройная система. А на вооружении – самое современное оборудование и техника. И здесь без науки никуда. Так что предлагаю нам с вами окунуться в мир научных разработок с хэштегом «Спасение человеческих жизней». В огне не горит, кто и во что одевает белорусских спасателей. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы, скажем, снизить массу этой одежды. Маркировка, которая может спасти жизнь, на что стоит обратить внимание при покупке мебели. И эксклюзив программы – презентация уникального 32-метрового подъемника. Полетаем над Минском вместе с производителем. Первые пасты пожарной охраны стали появляться в XIV веке. В летописях Великого княжества Литовского отмечено – такие службы были только в городах с магдебургским правом. 1853 год для пожарной службы страны стал решающим. В 34 городах Беларуси официально были созданы штаты пожарных, определены составы обозов и, самое главное, деятельность спасателей получила финансирование. В Минске сформировали профессиональную команду – 50 пожарных и брандмейстеров. Обоз команды был переоснащен. Теперь в него входили бочка с водой, большой ручной насос, веревки, лопаты, ведра, багры и топоры. Как раз в то время и появилась первая рубаха от огня – платье специального покроя, пропитанное огнезащитным составом. В советское время пожарная охрана входила в состав МВД, а уже в 1998 году на базе военизированной пожарной службы Беларуси было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сегодня МЧС – это более 15 специальных служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, а также водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная и кинологическая службы. Раньше о пожарах люди узнавали благодаря поднятым флагам на Каланче. Сегодня же в большинстве случаев о первых признаках огня вам сообщит автомат – пожарный извещатель. О его качестве можно не беспокоиться. Каждый пожарный извещатель проходит специальное тестирование в стенах лаборатории Научно-исследовательского института МЧС. Мы здесь и находимся сейчас, и посмотрим, как же это происходит. А поможет нам в этом первый заместитель начальника Научно-исследовательского института Юрий Иванов. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Иванов Юрий Сергеевич – первый заместитель начальника Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Полковник внутренней службы, кандидат технических наук. Расскажите, на что в первую очередь проверяют пожарные извещатели? Хочу отметить, что установка является уникальной. Это отечественная разработка. И чувствительность извещателя определяется следующим образом. Камера испытательно заполняется тестовым дымом. И определяем, при каком пороге наш извещатель сработает. Сколько занимает эксперимент? Порядка, наверное, 15 минут. А результат покажется где-то? Результат он увидит на приборе, где он увидит порог срабатывания данного извещателя. Юрий Сергеевич, опыт подходит к концу. Где мы видим какие-то показатели, характеристики? В частности, мы видим оптическую плотность дыма, при которой наш пожарный извещатель сработает. По результатам опыта можем сказать, что этот извещатель соответствует всем техническим характеристикам, которые ему предъявляемы. Какие еще характеристики необходимы для того, чтобы он точно поступил в продажу, что называется, и обеспечивал безопасность? Это, во-первых, его электробезопасность, и помехоустойчивость, и функциональная работа извещателя. Также определяется безопасность корпуса извещателя, время автономной работы, ну и многие другие характеристики. Это только одна из лабораторий? Да, у нас в настоящее время в институте функционирует большой испытательный центр. Мы проводим испытания строительных материалов, строительных конструкций, в том числе крупногабаритных, различного пожарно-технического вооружения, средств индивидуальной защиты. Все это и продукция, которая может быть каким-то образом нести опасность для человека. И даже ткани тестируете? Да, и даже ткани. Юрий Сергеевич, это уже новая лаборатория, и здесь мы будем смотреть, как быстро горят ткани, я правильно понимаю? Да, это лаборатория испытаний строительных материалов, отделочных материалов. И вот здесь мы хотим продемонстрировать опыт по определению пожарной безопасности текстильного материала, в частности, ткани обивки мягкой мебели. Как правило, основной причиной пожара являются элементы мягкой мебели помещения, но источником зажигания в таком случае всегда будет либо незатушенная сигарета, либо какой-то другой малокалорийный источник зажигания. Данная испытательная установка как раз позволяет смоделировать зажигание текстильного материала. Вот сейчас начинаем воздействовать на ткани, малокалорийным источником зажигания пламени газовой горелки, в течение 15 секунд. И фиксируем результат. После того, как закончится воздействие, испытатель производит замеры, сколько времени горела ткань, на какое расстояние произошел прогар, и, соответственно, по результатам делаются выводы о пожарной опасности данного материала. А у вас в этой лаборатории можно любую ткань испытать? В нашем институте проводилась научно-исследовательская работа, достаточно большая, по изучению пожарной опасности текстильных материалов. Мы изучали различные виды набивок мягкой мебели, верхнего слоя. И по результатам данной работы мы подготовили предложения, которые были уже включены в нормативные документы Республики Беларусь. И теперь вся мягкая мебель маркируется по пожарной безопасности. Маркируется значком, и когда вы покупаете в магазине мягкую мебель, вы всегда можете обратить внимание, на этикетке будет стоять соответствующий знак. Теперь обязательно буду обращать внимание на такие маркировки. А вот молодые ученые из Университета гражданской защиты МЧС Беларуси изучили горение волокнистых материалов. Что у них получилось? Давайте посмотрим в сюжете. Молодые ученые создали специальный жидкий состав, которым специалисты предлагают обрабатывать ткани. В результате волокна либо не горят, либо площадь прогара становится в разы меньше. Суть изобретения заключается в том, что мы разработали состав, который позволяет обеспечить перманентные гнезащитные свойства, и разработали технологию. Технология, которая достаточно легко внедряется и применяется в производствах текстильной промышленности Республики Беларусь. Эксклюзивную технологию команда ученых создавала 4 года. За это время было сожжено почти 400 экспериментальных образцов тканей. Проведено очень большое количество опытов, что касается и гординное полотно, это те же самые тюли, занавески, строительный уцеплитель, объемный уцеплитель, нетканное волокно. Много проведено исследований, меняли разные концентрации растворов, разные антиперены, проводили с ними опыты, разные стадии применяли. Но уже как бы видим результат, и он в принципе есть. Чтобы понять раствор с каким составом позволит создать реальную огнезащиту, преподаватели на специальном оборудовании проводили огненные испытания, засекали время горения тканей, которые обрабатывали на тот момент еще экспериментальными жидкостями. В итоге вывели тот самый нужный. Он и позволил разработчикам заявить о новом научном открытии. Состав уникален, он патентуется. В его основу входят нетоксичные соединения, неорганические. А сама технология основана на принципе тщательного анализа зарубежных аналогов и прототипов. Ну и тем самым мы взяли на вооружение то, что уже имеется на сегодняшний день в мире, и модернизировали некоторые стадии с учетом того, чтобы это был максимально экономически выгодный технологический процесс. Пробные испытания новой технологии специалисты уже провели на тканных материалах одной из текстильных фабрик страны. Результаты закреплены на бумаге. Все акты опытов ждут будущих заказчиков. Мы брали полиэфирную ткань для огневых испытаний, гординное волокно и строительный утеплитель. И дело в том, что все ткани горят, а если брать гординное полотно, то оно сгорает в течение 10-15 секунд, если оно не обработано. А если оно обработано, то оно не прогорает, то прогары, видимо, есть, но нет капли падения, нет дальнейшего распространения пламени. Сейчас преподаватели университета гражданской защиты МЧС в Беларуси с особым трепетом могут сказать, что их новая разработка готова к использованию. Производные наши разработки могут использоваться в качестве гординных полотен, в качестве покрывал, одеял, элементов оббивки мебели, стульев, кресел. То есть всего того, что окружает нас в повседневной жизни, находясь дома. В планах специалистов для нашей же безопасности новую разработку внедрить в производство текстильной промышленности по всей стране. Ведь до сих пор такой отечественной технологии просто не существовало. А уже сейчас молодые ученые, финалисты республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» и обладатели грантов фонда фундаментальных исследований страны. Мы все еще в стенах научно-исследовательского института МЧС и на этот раз в центре нашего внимания одежда спасателей. Юрий Сергеевич, в чем сегодня выезжают на пожары и другие чрезвычайные ситуации бойца МЧС и в чем принципиальное отличие современного обмундирования? Мы давно занимаемся разработками в этой области и достигли достаточно высоких результатов. Можно сказать, что боевая одежда пожарного не уступает, даже в чем-то и превосходит лучшие импортные аналоги. Более подробно о разработках расскажет начальник отдела исследований ликвидации чрезвычайных ситуаций Навродский Олег. Олег, ну расскажите, что же за такие разработки? Работы начались с того, что мы создавали ткань. Ткань создается из волокна Арселон. Это ткань, устойчивая к действию тепловых потоков, к действию огня. И благодаря этой ткани мы смогли создать свою отечественную боевую одежду для пожарных и спасателей. И в настоящее время мы работаем над тем, чтобы снизить массу этой одежды. Сейчас боевая одежда весит у нас примерно 4 килограмма. Мы планируем, что она будет весить где-то 3-3,5 килограмма. А заявок из-за рубежа не поступает? Это Казахстан и Российская Федерация. Ну что ж, спасибо вам огромное и желаю удачи. А мы двигаемся дальше, и в ближайшие минуты вы увидите. Что помогает спасателям дышать, когда воздуха почти не осталось? Стоит аппарат на контрольной проверке. Сейчас мы запустим тест и получим документы. Едкий дым, бьющий по глазам свет и крики о помощи, как будущих пожарных учат спасать жизни. И тушить пожар в несколько раз эффективнее. Предложенный нами насадок делает его более универсальным. Еще одна премьера в программе в год науки. Рассказываем о самых интересных проектах молодых ученых страны. Пришло время рассказать об оборудовании и технике, которая сегодня находится на вооружении у белорусских спасателей. И начнем мы, не побоюсь этого слова, с эксклюзива. Эту машину мы снимаем первыми. Сами создатели называют ее «три в одном». Почему, спросим у руководителя предприятия, с конвейера которого сошла эта техника. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Нацепский Сергей Анатольевич, генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Завод современной пожарной техники». Рассказывайте, хвастайтесь, потому что я так понимаю, что это уникальный агрегат. То, что сегодня есть, это аналога не имеет. То есть сегодня это подъемник, который имеет с собой совмещенную лестницу и систему пожаротушения, которая находится на фасаде люльки. Была проведена работа с Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Была разработана научная работа, где четко были определены технические параметры подъемника, которые позволят выполнить все задачи для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. То есть эта работа проводилась в течение года 16-го, где вот реально, то есть были и вот эти вот эксклюзивные особенности, и применены. Если мы говорим о особенностях люльки, то здесь находится пульт управления. Здесь в случае каких-то действий, связанных с ликвидацией или тушением, или спасением, да, выполняет оператор прямо в люльке. Здесь 4 монитора, которые оборудованы на данный подъемник. 2 монитора находятся в задней части подъемника. И основной монитор управления, то есть это оператора, который находится на поворотной колонии. Я вижу, что машина такая достаточно компактная. Это тоже было, наверное, одним из условий с учетом загруженности дворов. Сегодня подъемник, он с минимальными габаритами, он маневренный, он может четко маневрировать в дворах и с максимальной высотой. То, что могли сделать. То есть это 32 метра, потому что сегодня такого класса машины, они до 30 метров. Я знаю, что на вашем предприятии делают еще и дыхательные аппараты специально для бойцов МЧС, которые помогают им дышать в любых условиях. Наши корреспонденты съездили на завод, посмотрели, как делают эти дыхательные аппараты. Давайте посмотрим и мы. Вздохнуть без помощи легких. Такую возможность спасателям обеспечивают инженеры столичного завода современной пожарной техники. Каждый день специалисты собирают дыхательные аппараты, которые позволяют пожарным получать кислород, даже когда в горящих помещениях ничего, кроме угарного газа, не осталось. Состоит такой аппарат из нескольких частей из жилета, кислородного баллона, воздух из которого спасателям поступает через несколько шлангов, и, наконец, лицевой маски. Мы здесь собираем аппарат из комплектующих, как вы видите здесь все. После его сборки мы его проверяем на профпригодность, так сказать. На данном стенде, сейчас, в частности, стоит аппарат на контрольной проверке. Сейчас мы запустим тест и получим документы. Перед тем, как белорусский дыхательный аппарат со всеми документами о качестве получит заказчик, инженеры на заводе инструмент строго тестируют. И все показатели работы, говорят специалисты, здесь главное. Герметичность исключает потерю воздуха, манометр контролирует давление, под которым кислород поступает в легкие спасатели. И, наконец, сигнальное устройство. Оно оповестит пожарного о последних минутах искусственного дыхания. Такая проверка в лаборатории завода проводится на специальном оборудовании. Все автоматизировано. Ошибка исключена. Также мы занимаемся капитальным ремонтом и вообще техническим обслуживанием дыхательных аппаратов. Имеем такую возможность проводить техническое обслуживание любых производителей, которые к нам могут обратиться. И обращаются многие, ведь здесь сломанным дыхательным аппаратом, по сути, главным помощником спасателей дают вторую жизнь. Условия для такой работы есть умелые руки сотрудников и современное оборудование, которое соответствует последним технологическим нормам. Данное предприятие сконцентрировало в себя все, скажем, последние разработки ноу-хау мировые. и стараются, учитывая опыт сотрудников и пожарной службы, и Министерства по чрезвычайным ситуациям, как бы стараются воплотить многие мировые европейские технологии здесь, в Белоруссии, чтобы наши пожарные могли себя, как бы, скажем, более облегченно чувствовать в среде чрезвычайной ситуации. Сегодня инженеры завода современной пожарной техники в прямом смысле слова облегчают работу спасателям. Используют в комплектации дыхательных аппаратов не 10-килограммовые кислородные баллоны, а 6-и и даже 2-х. И все новинки, конечно, в обязательном порядке проверяются на тестовом аппарате. После того, как мы протестировали аппараты, мы складываем их в картонные упаковки, ящики, клеим нашу заводскую маркировку. Данная аппаратия будет отправлена через 2 дня буквально в Туркменистан. Еще в списке заказчиков Армении, Азербайджан, Китай, ну и, конечно, наши белорусские спасатели. Но на этом работники предприятий не останавливаются. Понимая, что на территории Республики Беларусь производственных предприятий именно в области пожарной безопасности не так много, в основном торгуют завезенным оборудованием, то есть есть конкуренты, очень большая конкуренция, и мы особое внимание обращаем на рынок стран СНГ, но даже на этом не стоим, пытаемся продвинуться на европейский. Завод работает всего 5 лет, а уже за этот срок удалось наладить производство и создать постоянную клиентскую базу. Успех в этом деле оказался гарантированным, поскольку открывали это предприятие люди, которые точно знают, что нужно пожарному во время спасения жизни. Вся команда завода современной пожарной техники бывшие сотрудники МЧС. И это, пожалуй, лучшее доказательство того, что бывших не бывает. Мы продолжаем, Сергей Анатольевич, 32 метра? Да, 32 метра. То есть есть возможность увидеть Минск с высоты 32 метров? Да, птичьего полета. Прошу. Очень плавно идет. Здесь применены технологии гидравлики, те, которые позволяют очень плавно двигаться от этой машины. В рамках сегодня монитора мы реально видим, как сегодня подъемник, видите, развивает углы, направленность, направленность, высоты. И мы двигаемся вверх, вверх, вверх. В плане у нас стоит сегодня разработка не 32-ки, а 53 метра. Надеюсь, что совместно с нашим институтом пожарной безопасности МЧС мы все же эту машину вам, ну, может быть, не к концу года, но в следующем году покажем. Мы себе план и задачу поставили, чтобы с конвейера раз в квартал выходила такая машина. Мы собираемся, конечно, максимально двигаться по рынкам, не только экипировать наших спасателей, но и внешних спасателей, которые должны тоже иметь такого класса технику. Спасибо вам огромное, Сергей Анатольевич, и за рассказ, и за эту необычную экскурсию, и за полет. Мы в нашей программе впервые летали. А сейчас время нашей традиционной рубрики научный дайджест. Катер с нереальными возможностями передвижением по песку, льду и снегу реален. Белорусские и российские ученые сконструировали и испытали катер на воздушной подушке Ямал-730. Новинка способна не только передвигаться по воде, но и преодолевать пологие берега. На катере можно перевозить 10 человек, грузоподъемность его 800 килограммов. Ямал-730 можно использовать круглый год как разъездное, пассажирское, грузовое, патрульное и, главное, спасательное судно. Ученые из Якутии создали подледное поисковое устройство ОМОЛЬ – радиоуправляемый спасательный снаряд. Изобретение позволит доставать людей из воды, смешанной со льдом. Георадар измеряет толщину льда с борта воздушного судна и вычисляет место, где находится человек. Также якутские ученые изобрели плавающие костюмы. Одежда позволяет долгое время сохранять тепло при падении в холодную воду и держать на плаву пострадавшего. Тушить пожар электричеством. Гарвардские ученые выяснили, что уничтожать огонь можно силовым полем. Оно возникает под влиянием электромагнитных импульсов. В планах американских исследователей внедрить бесконтактное тушение огня в работу спасателей всей страны. Прежде чем приступить к реальным боевым дежурствам, человек, который хочет стать спасателем, проходит долгий и очень непростой путь обучения. Чтобы узнать, как обучают спасать людей, мы приехали в Университет гражданской защиты МЧС. И не на лекции, хотя я уверена, что они здесь точно не скучные, а прямо в лабораторию. Говорят, такой лаборатории на просторах СНГ больше нет. Правда ли это? Спросим у преподавателя кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций. Артем Морозов. Артем, здравствуй. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, действительно ли это уникальная лаборатория? Можно ли её такой назвать? Да, это целый комплекс, который позволяет нам моделировать алгоритм весь проведения от момента поступления сообщения до момента тушения пожара на реальном объекте. Помещение, в котором мы с вами находимся, позволяет нам моделировать поступление сообщения от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу. Дальше сигнал поступает в пункты связи частей, которые у нас смоделированы в специальных кабинках. Одновременно мы можем задействовать до шести пожарных частей. После того, как сигнал поступил в пожарную часть, руководитель тушения пожара, будущий начальник дежурной смены, получает путёвку на следование к месту вызова и садится в кабинку, моделируя нами автомобиля. То есть до восьми кабинок одновременно мы можем задействовать. После того, как наш начальник дежурной смены сел в кабинку, у него появляется изображение следования им к месту вызова. После того, как изображение заканчивается, это означает, что он приехал к месту вызова, и действие переносится в следующую аудиторию, в лабораторию тактической подготовки, там, где уже непосредственно моделируется место чрезвычайной ситуации. То есть в ту самую комнату, о которой многие слышали, но мало кто в ней бывал. Совершенно верно. Пойдёмте. Да. Да, в таких непростых и сложных условиях мы учим наших будущих пожарных овладевать азами пожарного дела. Боже, я здесь вообще ничего не вижу, и не хочется убежать, а вы здесь чего-то учите. Это сделано именно для того, чтобы наши будущие пожарные, будущие руководители тушения пожара научились абстрагироваться от внешних раздражителей и научились правильно, грамотно принимать решения даже в тех ситуациях, которые требуют максимальной выдержки, максимальных усилий. То есть вот данная ситуация, она, в принципе, максимально приближена. Вам тяжело, и это значит, что наша система работы, значит, что психологи и пожарные трудились не зря, создавая этот комплекс. Закрывается здесь и решает сначала самые простые задачи, начиная с математических 2 плюс 2 и заканчивая такими задачами, которые позволяют ему руководить людьми на пожаре. Все происходит путем радиообмена с преподавателями, и курсанты учатся от простого к сложному. Спасибо вам огромное, Артем. А чтобы в наших домах ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в таких условиях было немного проще, преподаватели этого же университета разработали кавитационный водопенный насадок пожарного ствола. И эта разработка взяла гран-при конкурса «100 идей для Беларуси». В год науки, в преддверии Дня белорусской науки, в нашей программе премьера. Отныне об авторах самых интересных проектов мы будем рассказывать в каждом выпуске. Итак, первые герои будущего нашей науки. Смотрите прямо сейчас. Как известно, основным огнетущим веществом является вода. Но вода в меру своих физических свойств стекает с объектов, таких как пластмасса, резина. Тем самым не в полной мере участвует в пожаротушении. Исходя из этого, коллективом авторов из Университета гражданской защиты была предложена конструкция водопенного насадка, которая при движении воды по рукавной линии обеспечивает дробление струи воды, а также при подаче раствора воды и пенообразователя обеспечивает генерацию пены низкой кратности. Причем размеры пузырьков очень маленькие, что обеспечивает ее однородность. Чем пена однороднее, тем эффективнее она тушит пожар. Ствол РСК-50, он предназначен для подачи только воды. Компактная струя, распыленная струя. При этом при подаче раствора воды и пенообразователя пены образовывать он не может. Поэтому предложенный нами насадок делает его более универсальным. Он таким образом, ствол Б, может использоваться как для подачи воды, так и для подачи пены низкой кратности. Вместе это выглядит таким образом. В принципе, установка не очень хитрая. Предусматривается в корпусе насадка резьба, соответствующая штатной резьбе водопенного ствола Б. Это позволяет легко соединить их и, в принципе, использовать для нужд пожаротушения. В корпусе насадка установлена сетка, а также аэрационное отверстие. Сетка предназначена для того, чтобы из потока раствора воды и пенообразователя воздух, который попадает сюда в аэрационное отверстие, надувал пузырьки. Участие в конкурсе 100 идей Беларуси подталкивает еще с большей силой этим заниматься. Во-первых, финансово стимулирует. Сумма, конечно, большая – 120 миллионов. Мы были очень удивлены, потому что, на самом деле, в рамках проведения конкурса мы видели те работы, которые предлагали другие ребята, скажем так, наши конкуренты. Слабых работ там, в принципе, не было, потому что это уже был финал республиканского конкурса. Очень много интересных проектов было. И, конечно же, когда в конце нас назвали, я хочу отметить то, что гран-при вручалось в самом конце, я со своими коллегами уже хотел ехать домой. И хорошо, что они меня уговорили, говорят, ну ладно, если мы уже дождались этого момента, давай дождемся, пока объявят, кто гран-при получил. Ну, было состояние небольшого шока, но плавно переходящее, конечно же, в радость. В радость и восторг. Далее все довольно-таки стремительно закончилось. Уже по дороге домой я осознавал, что произошло, какие последствия всего этого. Ну и, естественно, делился впечатлениями с коллегами из авторского коллектива. И дальше, дальше, скажем так, это было только начало. Сегодня мы попытались разобраться в научных разработках белорусских спасателей. Надеюсь, у нас это получилось, а вам было интересно. Это была наукомания, ее ведущая Екатерина Берецкая. Смотрите в будущее вместе с нами. Увидимся ровно через неделю в это же время и с Днем белорусской науки. 29 января. Не забудьте поздравить тех, без кого идти в ногу со временем было бы просто невозможно. Продолжение следует...